Здравствуйте! Как известно, культура играет важную роль в жизни человека и общества. И чем выше уровень культуры, тем устойчивее развитие страны. Эту тему мы неоднократно затрагивали в наших передачах. Сегодня хотим ее продолжить. В студии я, автор и ведущая программы Лия Байрамова и наши сегодняшние гости. Оперная певица, прима Государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка республики Инара Бабаева. Здравствуйте, Инара Ханом. Здравствуйте, Леха. Спасибо, что пришли. Я знаю, что у вас много работы. Вы работаете и в театре, занимаетесь и преподаете. Об этом мы расскажем попозже. И начнем передачу с нашего стандартного вопроса. Что для вас означает слово «устойчивость»? Спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно находиться сегодня на этом прекрасном канале в вашем обществе. Устойчивость для меня — это, скорее всего, те синонимы, которые выражают это слово. Это безупречность, это уверенность, спокойствие, крепость. Пожалуй, вот эти слова в моем понимании выражают слово «устойчивость». И думаю, что мы достигли какой-то степени устойчивости в нашей стране. Я хочу, чтобы эта устойчивость была в каждой семье. И надеюсь, что мы идем только к светлому будущему, как нам когда-то было завещано. Спасибо. Спасибо за красивый ответ. Мне всегда интересно слушать, как мои гости, каждый для себя понимает это слово. И каждый раз я для себя открываю что-то новое. На самом деле, в диалоге. Обычно в споре рождается истина, но в нашем случае в диалоге рождается истина, мне кажется. Инар Хамм, начнем с того, на самом деле, какую роль, на ваш взгляд, культура играет в развитии общества. И основная часть моего вопроса в том, насколько сегодняшняя молодежь, потому что вы, я это не сказала в представлении вас, потому что получилось бы слишком длинное представление, но вы еще доцент кафедры эстрадного и джазового пения в Институте культуры и искусства. И преподаете уже долгий период, у вас много студентов, были выпускники. Расскажите, поменялся ли этот уровень, не сколько культуры, а сколько интереса? Стал ли он выше? Увеличилось ли число желающих поступить, число представлять Азербайджан на международной арене? Для меня, если взять такую историческую цепочку, можно сказать, что культура является двигателем прогресса и технологий, потому что если мы вспомним 15, 16, 17 века, если вспомним художество, как оно развивалось, живопись и музыка, то уже как бы спрос рождал предложение. Затем появились мануфактуры, появился технологический прогресс. Поэтому можно сказать, что технологическое и, как вы до этого заметили, общее развитие общества, оно напрямую зависит от культурного развития. И с годами и сейчас, достигнув определенного уровня, мы можем сказать, что мы движемся в правильном направлении. Если затрагивать к этой теме, добавить еще острую тему молодежи, ее развития, можем сказать, что мы сейчас достигли какого-то пика развития нашей культуры, потому что раньше, вспоминая свою молодость, вспоминая свои учебные годы, мы не были так привязаны к родной земле, к родной музыке, к культуре, к языку, к литературе. Мы не изучали его так глубоко, как это происходит сейчас. У нас в Институте культуры мы, несмотря на то, что это эстрадная и джазовая кафедра, то есть и эстрадная и джазовая музыка к нам пришли совершенно с разных сторон света, но при всем этом мы делаем большое. Наше руководство, Джейран Хану Махмудова и руководитель нашей кафедры, Милем Бабаева делает огромный акцент на правильное исполнение азербайджанской национальной музыки, азербайджанской эстрадной музыки, на правильное произношение, основываясь на правильной мугамной лады, все это изучать и в дальнейшем пускать, скажем так, правильную продукцию, технологически подкованную. То есть у нас сейчас есть и аппаратура, микрофоны, прекрасные записи, на которых мы учимся, и молодежь подготавливается к этому тяжелому времени исполнителя профессионального со всех сторон. Всесторонне развивается знать язык не только свой, но иностранный, знать не только свою музыку, но иностранную, поэтому мы гордимся тем, какой продукт выпускает наша технология. Вы сказали, что бремя тяжелое, но при этом, зная вашу историю, все-таки мне удалось проучиться с вами в одной музыкальной школе, вы шли сами сознательно к этой профессии с детства. И сейчас, по прошествии стольких лет, вы отмечаете, что это тяжелое бремя? Да, наши зрители пусть знают. На самом деле, Лилию Ханом я знаю очень давно, и мы на камеру разговариваем на «вы», но больше не буду говорить, сколько десятков лет мы общаемся. Лилия Ханом сама музыкант, хоть я не продолжила эту специальность, имеет прекрасный голос, была солисткой у нас в музыкальной школе. Действительно, у нас, у меня в семье, у нас, почему я говорю, потому что моя родная сестра тоже закончила музыкальную школу, она могла бы стать хорошей пианисткой, но она сказала, одного музыканта в семье достаточно. У нас в семье были инженеры, доктора, учителя, но так получилось, что я стала музыкантом, мне никто не подвигал. Конечно, в то время это было престижно, классическая музыка, это значит что-то такое из мира потустороннего, духовность, развитие на всех ментальных уровнях, как сейчас модно говорить. Скорее всего, время было очень… Время всподвигало думать, читать, потому что, если помнить наших родителей, все стены были забиты книгами, слушали прекрасную музыку, хочешь, не хочешь, это тебя сподвигало на то, чтобы развиваться духовно. И, скорее всего, это меня затянуло. Я и в музыкальной школе училась, и в хоре пела, и на танцы ходила, создала себе свой собственный мир, в котором захотела потом развиваться. Это было мне интересно. И сейчас я очень рада. Это, конечно, и большой вопрос, и в то же время я очень рада, что со стороны государства происходит такое всестороннее развитие детей. Существуют не только музыкальные школы, но и центры, в которых дети параллельно развиваются. Что касается вопроса, я имею в виду, что, учитывая сложность восприятия и общего развития, я имею в виду экономического, люди больше зацикливаются на злободневных проблемах, думают больше о хлебе насущном, чем о духовном развитии. Но вот вы сами лауреат многих международных конкурсов, в том числе вы отмечены медалью Таряги. А сегодняшние ваши студенты также стремятся покорять международную арену, получать дипломы международных, международных фестивалей, конкурсов. Когда я поступила в Академию, это был 1994 год, нас, как лучших студентов, кто набрал самый большой балл, пригласил в Медли Меджлис сам Гейдар Алиевич Алиев. Но мне произвело это большое впечатление. И буквально через несколько лет, когда я закончила Академию, и стала петь на концертах в правительственных мероприятиях, опять в виде его добрых глазах, слыша его аплодисменты. Меня, как студентку, это вселило очень большие силы, уверенность в свой завтрашний день. Сейчас вы можете наблюдать, возьмем, предположим, и классическую стезю, и мугамную, насколько у нас много интересных конкурсов, как вице-президент, наша первая леди, Мейри Банханом, контролирует все эти мероприятия, концерты, конкурсы, фестивали, насколько обширна творческая жизнь сегодняшней молодежи и студентов нашего университета. Они участвуют безвозмездно на международных фестивалях, конкурсах, им предоставляется такая возможность. Я просто уверена, что это открывает перед нашей молодежью большие границы. Буквально на прошлой неделе, когда я была на съемках одного из каналов, я услышала в новостях, что произведения нашего композитора, Фрэнгиза Альзаде, включили в программу, обязательную программу, изучение в Германии музыки. То есть на кафедре композиторства обязательно изучают творчество Фрэнгиза Альзаде и ее произведения. А вы сами знаете, что Германия, родина прекрасных композиторов, тяжелой музыки для нас, восприятие. Если они так оценили нашего композитора, это и показывает уровень нашей музыки, нашей культуры. Поэтому я надеюсь, что я буду находиться теперь не в дискуссии, а в гармонии с самой собой. Я пришла к выводу и решила для себя, что это прекрасно, что мы можем на таком высоком уровне представлять свою страну за рубежом. Вы были одним из первых артистов, который выступал на освобожденных территориях. Расскажите, я знаю, что это, наверное, невероятная эмоция, и вы исполняли у Зира Гаджибекова на родной земле его. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, действительно, это так. Я была в числе артистов, которые получили разрешение принимать участие в концерте на освобожденных территориях. Переполняла безумное чувство гордости, радости, потому что мы исполняли, как вы до этого сказали, музыку Зира Гаджибекова. Мы, конечно же, сначала записали фонограмму, потому что тогда, когда мы приехали, не было никаких условий. Мы видели, что произошло с нашей землей. Мы видели, насколько она была опустошена. и кроме чувства гордости, переполняла чувство боли. Боли за то, что сколько лет наша земля жила без нас, сколько мы лет не видели свою землю, сколько могло бы произойти, а сколько бы еще прекрасных композиторов, поэтов, ученых могло бы родиться за этот промежуток. И, наверное, были те чувства, которые в первый раз меня переполняли, когда я приехала. Но когда мы приехали уже весной, и мы были на джедур-дюзе, эта мощь, эти горы, это чистое небо, эти низко нависшие облака, и воздух поменялся, и ощущения, и музыка уже слышна была, хотя никто не играл. Это были другие эмоции, это были другие впечатления. Я думаю, с каждым днем, я уже не говорю, с каждым годом, видишь, что происходит, насколько развивается, насколько и инфраструктура, и лачина, и шушей, и близлежащих окраин меняется, так и меняется наше ощущение, наше восприятие. Мой сын уверен, что он будет жить в Физулии, мы никогда об этом дома не говорили. Я должен построить дом в Физулии. Это, конечно, приятно и удивляет, и очень радует. Я надеюсь, что он обязательно посетит Физулии, может быть, даже будет там жить. Без сомнения. Дай Бог, это будет. Вы были режиссером Дворца Гейдара Алиева. Да. Расскажите об интересных проектах и, может быть, о проектах, потому что всегда, мне кажется, у любого творческого человека во время одной работы рождается какая-то идея, которую он взращивает, взращивает через много лет, через какой-то промежуток времени. Даже, может быть, ты не находишься в этом же месте, в этой же роли, ты все равно реализовываешь, это вот зачатки дают свои плоды, вот эти семена. Расскажите, может быть, у вас что-то возникло, что-то вы хотите реализовать в результате этой работы. Все началось с детского мюзикла. Будучи студенткой, я сама училась джазовому пению и пела с прекрасными нашими музыкантами. Я очень люблю джаз, очень люблю мюзиклы, и даже если оказия случается, и мы выезжаем куда-то за пределы нашей страны, я обязательно посещаю спектакли. Потому что, может быть, связано с неуёмным моим характером или с интересами постоянно развиваться, мне интересно, как на одну и ту же вещь, на один и тот же проект, на одну и ту же фильм, на одну и ту же какой-то сценарий может смотреть по-разному несколько человек. Ведь именно первая эмоция рождает истинные впечатления. А если ты смотришь и уже знаешь, что тебя ожидает, но это совершенно неожиданно, неожиданно для тебя это перетекает в такое русло и направление, которое ты не ожидал увидеть, это вызывает истинные эмоции. И возвращаясь к этому, хочу сказать, что я очень люблю мюзикл, очень люблю детские, ведь мы же мюзикл узнали через мультфильмы Диснея. В советское время ни кошки, ни Иисус Христос Суперстар это не шло у нас на сценах. Это потом уже, когда распался Советский Союз, когда Россия закупала какие-то права на Чикаго, на какие-то мюзиклы, мы уже получили общий доступ через Россию. А в тот период мы получали информацию через детские мультики, диснеевские. И вот так, слушая и смотря, я подумала, почему бы и нет. Мне помог тогда директор канала Меданья, заслуженный артист Рамиль Гасымов. Я пришла и сказала, вот есть мюзикл «Аладдин», мы переведем его с английского на азербайджанский, мы сделаем адаптацию, и он поддержал эту идею. И в 2019 году на сцене Дворца Гейдара Алиева был впервые поставлен детский мюзикл. В главных ролях были известные наши эстрадные певцы Зами Гусейнов, Севдоях Яева. Это были главные наши герои Жасмин и Аладдин. После этого в период того, когда еще мы находились в тяжелой ситуации, когда наши земли не были до конца освобождены, то есть мы были в преддверии всего того, что произошло в итоге, была поставлена музыкальная трагедия, связанная с нашим национальным героем и Боризом. Это тоже был очень интересный проект. Шайну Саула написал поэму, Нармина Агасиева, композитор, написала прекрасную музыку. Совместно с азербайджанским телевидением, с хором, оркестром был приглашен ансамбль танца с филармонии. Джейхун Абадов, хореограф, заслуженный артист, поставил танцы. Это был очень грандиозный проект. Тогда мы его поставили в клубе Шахрияр. Это была вторая работа. Затем была опера Мяхсяты, в которой я была и режиссер, и исполняла главную роль. Затем было еще несколько интересных проектов, но на сцене Гейдара Алиева дворца, когда я уже стала режиссером. Один из них был впервые в Азербайджане была поставлена, не скажу, что это опера мугамная, скажу скорее, что это был такой интересный проект, когда Ашуги, исполняя свои произведения, сами себе аккомпанировали, говорили тексты. Это был очень новый проект. Тогда впервые в Азербайджане мы поставили на сцене дворца Гейдара Алиева живой спектакль с ашукским исполнением. Затем у нас был вообще сумасшедший проект по сценарию Рамиля Гасымова. Я написала музыку. Мы пригласили танцевальный ансамбль Асиман. Народный артист Ильхамнамик Чамал сыграл роль злого волшебника. Дети пели, танцевали. Это был мюзикл на азербайджанском и на русских языках мы собрали аншлаг полный. И следующий проект тоже был совместно с Бигрупп проект. Мы поставили оперу Низами. По моему сценарию приехали огромные компании из Москвы. и на основе моего сценария вот тогда еще один был такой значок того, что я как режиссер тоже сценограф чего-то значу. На основе моего сценария был снят фильм опера Низами. постановочной работой занимались москвичи. И как режиссер я воплотилась. За два года мы очень много что смогли сделать. Поэтому этот период я могу вспомнить как один из счастливых период в моей жизни, когда я стала главным режиссером дворцегии Доролива. Действительно это было и приятное время, потому что очень много было интересных проектов, а когда много работы творческий человек существует. А идеи продолжать свою режиссерскую деятельность у вас есть? Конечно, спектакль «Мой Борис» он был о том, как наши герои гибнут, как мы теряем самых лучших. И мы так оригинально его поставили, что то мы не поставили точку. То есть нам было много что сказать. И кроме надежды это уверенность в том, что завтрашний день он за нами. То есть победа она недалека. Это какое-то было скорее пророчество. Мы так свято в это верили. У нас было всего два дня репетиции. И мы сделали это. Кстати, есть этот проект в Ютубе, его можно посмотреть. мы думали о том, чтобы переделать Мюн Борис спектакль Мюн Борис, фильм, оперу переделать. Потому что мы же победили. Мы не будем плакать о том, что мы вернем наши земли. Мы будем кричать о том, что мы вернули свои земли. И, конечно же, этот спектакль увидели в Баку. У нас прекрасные развивающиеся города. это наш прекрасный Горобакси, освобожденные земли. Мы должны воспевать своих героев. Кроме Бориса, у нас еще столько прекрасных, достойных людей. Есть сценарии, пишется музыка. Если нас пригласят с огромным удовольствием, с чувством патриотизма и долга, который артист несет перед публикой, потому что наш долг это воспитать достойное поколение зрителей, чтобы они понимали, что хорошо, что плохо, и чтобы они ценили то, что мы имеем. Гордились и дальнейшее, чтобы они развивали это и следующее поколение знало своих героев. Это было бы прекрасно, если бы мы поставили имя Бориса и новый спектакль на освобожденных землях. Это достойно. наших героев, чтобы мы воспевали хамина, чтобы они слышали музыку и не только стена не плач, который продолжался на продолжении 30 лет. Теперь они достойно слышать смех, они достойно слышать прекрасную нашу музыку и слышать наш язык. И наши голоса. И наши голоса. Ирина Байрамова вам большое за интересную, очень интересную, очень трогательную, на мой взгляд, беседу. Спасибо за то, что нашли время и пришли. Спасибо большое, Илья Ха. Мне тоже было очень приятно. Я даже не заметила, как время пролетело. В студии была наша гостья Инара Бабаева и я, автор и ведущая программы Илья Байрамова. До свидания. Илья Байрамова